В последнее время количество брокерских счетов на Мосбирже растет буквально лавинообразно и уже приближается к 10 миллионам. То есть каждый практически десятый гражданин нашей страны, включая младенцев, уже открывает брокерский счет. И действительно, люди понимают, что держать деньги на депозитах уже невыгодно. Они дают в районе 5-6%. И многие слышали, что акции приносят намного больше даже за прошлый вот такой нелегкий год. Посмотрите, сейчас вы видите акции топ-5, которые принесли мне максимальный доход примерно за год. Вы видите, что они принесли 144% примерно за год, 134%, 108%, 100% дальше идут в валюте, 52% в валюте. Конечно же, люди слышат про такие проценты, что это намного выгоднее и идут открывать брокерские счета. И это люди, у которых практически нет опыта инвестирования. И это люди, у которых очень часто совершенно небольшие суммы сбережений на счетах. Там 1 тысяча, 3 тысячи, 5 тысяч. И что они делают? Они ищут способы, как же, в какие акции вложить, что купить на такие небольшие деньги. И они обращаются к кому? Естественно, к экспертам. Итак, сейчас я попытаюсь ответить на вопрос, который задают часто. Какие же акции надо купить? Куда вложиться, если у вас всего там тысяча рублей? Возможно ли это? Или там полторы тысячи рублей? Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Куда идут начинающие инвесторы? Они спрашивают у кого? У экспертов. И что говорят эксперты? Эксперты говорят, что да, надо инвестировать, надо откладывать. Надо откладывать каждый месяц. Главное здесь регулярность. Каждый месяц вы, когда получаете свой доход, как минимум 10% откладывайте и инвестируйте. И так надо делать, говорят эксперты. А куда инвестировать? Давайте посмотрим, что говорят эксперты. Они говорят, ну, инвестировать надо так. Значит, разбить весь портфель на две части. Одна часть в рублях, другая в валюте. Значит, и ту, и другую часть мы разбиваем на разные активы. Диверсификация. Диверсификация по видам активов. То есть, какая-то часть в облигации, какая-то часть в акции. Акции надо покупать из различных отраслей экономики. Но одна облигация валютная стоит в районе тысячи долларов. Эксперты говорят, вон, посмотрите, как взлетели акции компании Амазон. Да, они стоят. Одна акция стоит больше тысячи долларов. Люди такие смотрят и говорят, слушай, ну, у меня-то тысяча рублей, там, пять тысяч рублей. Куда их вложить? И такие эксперты, они такие с неба, такие смотрят вниз и говорят, ну, с такими деньгами, конечно, делать нечего. Накопите побольше. И туда приходите. И действительно, экспертов интересуют как раз крупные инвесторы, которые пришли там с 10 миллионами, там, со 100 миллионами рублей. И, конечно же, с них можно взять деньги за консультацию. А кому интересны вот эти мелкие инвесторы? И, конечно же, экспертов это не интересует. Но брокеры часто предоставляют какие-то сервисы, там, типа, модельный портфель в открытии, который я всем рекомендую, но там тоже от 50 тысяч рублей. Он как раз предназначен для того, чтобы небольшие, вот, ну, как бы, начинающие инвесторы могли начать инвестировать. И посмотрите, вот сейчас вы видите, как вел себя модельный портфель за последнее время. И вы видите, что он колоссально. Нижний график – это индекс Мосбиржи, а верхний график – это модельный портфель. Он действительно приносит доходность, хорошую доходность, но тоже от 50 тысяч рублей. Поэтому вопрос пока остается без ответа. И что я говорил всегда людям, когда говорил, покупайте, открывайте брокерские счета. Вот вам, пожалуйста, модельный портфель. Все, можно ни о чем не думать, и ваши деньги будут расти. Посмотрите, как вы видите это. Когда люди говорят, ну, нет, у меня 50 тысяч, я говорю, ну, сначала накопи, потом всегда говорил, а потом начинай. Но у меня растут дети. Дочери сейчас 19, сыну 17. И сын начинает зарабатывать. И что он слышал все это время? Откладывает каждого своего дохода часть денег. Он делает все правильно. Он заработал первые деньги. Куда он их делал? Он купил себе смартфон, тот, который он хочет, а не тот, который я ему куплю. Он купил себе часы. И оставшиеся деньги в районе 9 тысяч подходят ко мне и говорят, пап, я хочу их инвестировать. И если я могу сказать кому-то, говорю, ну, мелкий инвестор, там, типа, накопи до 50 тысяч. Что я скажу сыну? Я ему скажу, сын, накопи до 50 тысяч, ступай. Конечно, нет. Конечно, я не могу послать сына. И поэтому я говорю, ну, давай инвестировать. Ему еще нет 18 лет. Я открыл для него брокерский счет отдельно. И говорю, давай инвестируем, ну, то, что сможем. Давай купим какие-то акции. Ну, мы с ним подобрали какие-то акции, купили их. Это было летом. Проходит совсем немного времени. И его зовут на шабашку. Говорит, Кирилл, можно еще заработать? Он идет, зарабатывает еще, у него появляется еще 9 тысяч. Он говорит, пап, я хочу еще инвестировать. Он, как и положено, докладывает. И мы начинаем формировать ему портфель. Постепенно, по чуть-чуть. Пользуясь теми же рекомендациями вот таких вот крупных инвесторов. То есть, разбиваем портфель по валютам. Посмотрите, у него уже 50% в рублях, 50% в долларах. В активах. В валютных, в активах рублевых. И сейчас недавно он заработал еще, принес еще там, сколько там, 9 или 10 тысяч. Они сейчас лежат на счете. Мы пока еще не определились, что с этими деньгами делать. Поэтому у него, значит, рублевая часть, долларовая часть и кэш. Понимаете? То есть, уже с таких денег мы формируем сбалансированный портфель. И это возможно. И это надо делать постепенно, по шагам наращивать. И именно по тем принципам, которые говорят ведущие эксперты. То есть, диверсификация. Диверсификация по валютам, по отраслям экономики, по странам. То есть, есть рублевые акции, это Россия. Есть, ну потому что мы в ней живем. Есть валютные акции, американские, это в долларах. Потому что самый большой выбор, больше всего информации по американским акциям. Но есть еще и растущий китайский рынок. Есть еще и растущий индийский рынок. Бразилия. То есть, emergency markets. Можно ли туда вкладывать до 1000 рублей? Вот эти вот. И я задумался, а что же делать? Да, если вы хотите посмотреть, какой портфель сформировал мой сын, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я готов его опубликовать. Потому что, ну, я думаю, что у кого-то может быть возникнут такие же вопросы. И напишите, если вас это интересует. Итак, смотрите, можно ли, вот учитывая все вот это вот, вообще с минимальными затратами, строить сбалансированный портфель? А оказывается, можно. Я решил посмотреть, сколько активов можно купить. Ну вот, до 1000 рублей. Просто вот спортивный интерес. И я удивился, там огромный, достаточно большой выбор. Вы сейчас его видите. И их не так мало. Да, там большая часть совершенно неизвестных, непонятных, что делать, как их проанализировать начинающему инвестору. И я подумал, ну, наверное, стоит рассказать об этом людям. Если вам это интересно, опять же, напишите, интересно ли вам это. Но там, в этом портфеле, вот в этом списке, который можно купить до 1000 рублей, уже есть акции, которые у меня в портфеле, которые вполне себе перспективные, которые вполне можно инвестировать, они доходные. Но, что меня удивило больше всего, в этом списке есть активы, абсолютно надежные, абсолютно достойные внимания, которые можно купить за 1 рубль и за 1 доллар, буквально. Они там в верхней строчке, вы их видите. Я посмотрел, что это за активы. Да вообще, это очень серьезно. И как раз можно инвестировать в акции мировых компаний буквально от рубля и от 1 доллара. Что такое 1 доллар? На секундочку, давайте задумаемся. Это стоимость одной бутылки пива. Это стоимость одной пачки сигарет, которые вы идете в магазин и покупаете, совершенно не задумываясь. Вы ее выпили и, собственно говоря, или искурили. Все, деньги на ветер, в унитаз. А можно буквально вот эту бутылку пива инвестировать. И она принесет хорошую доходность. И я уже, как-то у меня было видео, я думаю, что ссылочку вы увидите вон там. Там стратегия накопления. Я сделал табличку. В зависимости от возраста вашего. То есть вы вбиваете буквально свой возраст. Сколько вы можете инвестировать в месяц, каждый месяц. И среднюю доходность там. Но предполагалось 15%. Оказывается, что через 15 лет, если вы откладываете по 5 тысяч в месяц всего, можно жить на пассивный доход при таких условиях, на пассивный доход в 50 тысяч рублей. Пенсия, грубо говоря, 50 тысяч рублей плюс вот та пенсия, которая вам отстегнет государство. Если вы до нее доживете. Но если у вас есть пассивный доход в 50 тысяч рублей, вы точно до нее доживете. Посмотрите то видео, которое я упомянул о стратегии накоплений. Очень полезная штука. Вы вводите свой возраст и так далее. Конечно, это модель. Конечно. То есть там заложено 15%. Вы видите, что доходность бывает 140%, 130% даже в такой год, как сейчас. Что будет дальше? Ну дальше Центробанки сейчас печатают деньги. И возможно будет инфляция. Куда вкладывать? Ну может быть в золото. И это тоже возможно. Напишите, пожалуйста, что вы хотите. Какие видео вы хотите. У меня в планах снять видео. Сколько инвестировать. Куда можно инвестировать в районе рубля. Это как раз вот про те самые акции. Про бутылку пива. Какой тариф выбрать? Потому что брокеры тоже заинтересованы в крупных клиентах. И они, значит, делают свои тарифы так, чтобы было невыгодно инвестировать меньше, чем 50 тысяч рублей. Но есть такие тарифы, есть такие варианты, когда вот мелкому инвестору выгоднее там. И я тоже готов об этом рассказать. Если хотите, напишите. И я хочу рассказать о том, куда инвестировать 100 тысяч рублей. Я хочу рассказать о том, куда инвестировать миллион. Что будет дальше в мире после пандемии. Напишите, пожалуйста, что вы хотите. Какие видео вы бы хотели в первую очередь посмотреть. Ну а сейчас лайк. Если вы не подписались, чтобы не пропустить те видео, подпишитесь на мой канал. И сейчас вы увидите те видео, рекомендуемые, которые вы можете выбрать, о которых я упоминал. И самое главное, конечно же, как начать инвестировать, как открыть брокерский счет. И про модельный портфель вы видите окошечко, биржа для чайников и опционы. Ну это уже для продвинутых. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитров Юрий. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова